Моя связь с гирокулесом была случайной, но выросло большое чувство. В июне 17 года я, гуляя в торговом центре, решил купить гироскутер для детей. Это чудо инженерной мысли мне казалось достойным вниманием. Дети и я освоили сей девайс в течение 20 минут. Все было понятно. Для себя гироскутер я отмел уже через пару дней. Малый пробег на одном заряде полтора часа, низкая проходимость даже с 10-дюймовыми колесами, неустойчивость в поворотах и при прохождении неровностей. Плохая связь ног с девайсом. В общем, опасная штука. Мы разошлись, но чувство некого свободного перемещения в пространстве и плоскости, не скованного привычными атрибутами управления, не оставило мне выбора. Он пал на гирокулесо. Первые шаги на пути к усвоению всего чудо техники были субъективны, но в течение часа я смог их для себя решить. Короче, я поехал на прорезиненные площадки. И сразу понял. Вот это мой девайс. Маневренность лучше, чем у мотоцикла. Зажимая колесо, чувствуешь его. Важно для четкого управления. Компактность. Приемлемая скорость. 30 км в час. Велосипедисты должны усердно крутить педали. Вес 16 кг для меня приемлем, учитывая запас хода в 50 км. Мобильность. Выдвижная ручка и в метро или на транспорте. Колесо может проехать даже по песку, снегу и льду. Однако надо очень чутко дозировать тягу мотора, не допуская проскальзывания, то есть не ускоряясь. А главное, чувство свободы. Перед тобой ничего, только набегающий поток воздуха. В общем, я влюбился в колесо. Временами кажется, но почему до сих пор не все едут на гироколесах. В этом контексте хочу добавить пару минусов к колесу. Колесо с моим запасом хода считаю не сам дешевым приобретением, в сравнении с самокатом или велосипедом. Порядка 50 тысяч рублей стоимость. И сложность в своей. Хотя она скорее психологическая, чем техническая. Просто сложно сперва себя заставить ноги, держа вместе, подъехать в точку предполагаемого падения. Но все, кто умеет кататься на велосипеде, наполовину освоили колесо. Катание спиной вперед пока говорить не будем. Забегая в сторону, хочу сказать о том, как и любая китайская техника, может иметь отказы. Защиту, конечно, нужно. Обязательно надевать, кому она необходима. Я быстро не езжу, а для моего стиля езды защита сковывает движение и рюкзак тоже мешал. Хотя, если просто комфортно и спокойно ездить, можно все это на себе найти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова После катания по тротуарам я стал запрыгивать на бордюр. Главное – соразмерять высоту колеса и бордюра. Желательно бордюр не выше половины диаметра колеса. Подъезжаешь со скоростью пешехода, ноги согнуты в коленях. За секунду до соприкосновения бордюра и колеса прыгаешь ногами, крепко обхватив колесо ими же. Прыжок вверх с небольшим наклоном вперед. Должна получиться С-образная линия. Конечно, если вы ни разу не упадете, то вам дальше нечем учиться. Решил кататься на одной ноге. Колесо должно быть наклонено в сторону поднятой ноги. Поначалу лодыжки у вас будут сильно болеть. После освоения этого типа езды я поехал на одной ноге по кругу. Просто ногу сильнее в сторону и вы поворачиваете. Для вращения с малым радиусом или на месте ногу чуть вперед относительно туловища. И корпус тоже чуть вперед, в центр поворота. Желательно все элементы тренировать на обоих ногах. Тренироваться безопаснее на прорезинной площадке, но крутиться сложнее. Как-то случайно в ютубе увидел, как кто-то ездит спиной вперед. После этого меня нельзя было остановить. Да, я падал на спину и иногда было очень некомфортно, но я поставил себе цель. Учился также на обрезиненной спортплощадке, держался за стенки ограждения и ехал назад спиной. Здесь самое главное все время подроливать колесом, как маятник. Иногда даже сверх меры, для получения и понимания чувства баланса при движении заднего поля. У меня раза три отключался контроллер, мост колеса. И я на скорости 25 км начал ощущать чувство свободного падения. Поэтому первые падения кувырком списывал на расслабленное состояние. Контроллер заменили по гарантии. Так стоит 9000 рублей. Один раз перегорели два предохранителя по 30 ампер. Больше проблем пока не было. Это было мое второе колесо. КС-18С. Спорт. Мотор 1500 ватт. Батарея 840 ампер часов. Когда мне стало не интересно ездить одному, а семья у меня не маленькая, трое дочек и жена, пришлось покупать второе колесо. Мне нужно было уже помощнее, побыстрее, хотя это не главное. И запас хода побольше. Купил. Прошло всех обучать катанию. На удивление, молодежь быстро освоила колесо. А средняя дочка даже ездил спиной вперед. В общем, теперь все умеют просто ездить. Мне быстро становится не интересно то, что уже достигнуто. И хочется взглянуть на обыденные процессы по-новому. Поэтому я катаю там, где колесо может ехать или спрыгнуть там, где можно. Тем самым совершенствую свое владение колесом. Первый прыжок на колесе я сделал случайно. Не заметил перепада высот в одну-две ступеньки. Пакет горького сразу около главных ворот. Дальше больше. В прыжке главное держать колесо ногами крепко. И даже если цепанете последнюю ступеньку, главное держать колесо. Перед этим рекомендуется проверить давление в колесе. Можно и у себя. Потом были прыжки через разрывы бордюров. Но все это суть одно и то же. Вариации. Хотя неплохо добавляют опыты. Колесо хорошо помогает в работе. Например, мне. Езжу по складу, ввожу палеты на ровку за собой. Гружу товар в машину. Паркую машину с товаром в одном месте на парковке. Перегружаю на телегу. Встаю сзади. За телегой на колесо. И развожу по офисам. Дабы не стоять в пробках. Вожу так товар и зимой и летом. В любую погоду. Помогу, где я работаю. Написал об моей инновации в своем журнале. Мелочь, а приятно. С уважением. Ваш Тимофей. Стал отомэм, вверх. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!